В студии 25-го часа Вероника Крашенинникова, советник Международного информагентства России. Сегодня добрый вечер, Вероника Юрьевна. Добрый вечер, Алексей. Зачем же Болтон пожаловал в Москву? Ну хорошо, Трамп решительно объявил, что вот времена Обамы прошли, тогда они многое проморгали, а вот они все проанализировали и решили из договора выйти. Так зачем в Москву лететь? Что он хочет нам объяснить? Ну, нужно сказать, что обвинение России в нарушении договора об РСМД выдвигал еще президент Обама в 2014 году. Но сейчас Трамп продолжил и довел линию Обамы до ее логического завершения и призывает разорвать вот этот договор. За два почти года президентства тактика Трампа примерно стала понятной. Он один за другим разрушает, разрывает международные договоры, Парижское соглашение по климату, торговые соглашения с Европой, с Северной Америкой, с Южной Америкой, со всеми. И рассчитывает выторговать для себя лучшие условия, растоптав противника, оппонента. Но хотят ли в Вашингтоне подписывать новый договор, вот это совсем непонятно. Но альтернатива здесь не просматривается. И в чем нас хочет убедить Болтон? Оговорить условия сделки, как любит говорить Трамп? Что они могут нам сказать? Что может сказать Болтон? Я приведу пару его цитат. Если бы я реформировался без ООН, я бы оставил одного постоянного члена. США. Это отражает распределение сил в мире. Но тогда и в Москву ездить не обязательно. Вероятно, санкции против России неэффективны, говорит Болтон. США должны заставить русских почувствовать боль. Видимо, за это мы приехали. Я вас понимаю. На самом деле, боль уже почувствовали в Европе. Европейцы, в общем-то, справедливо совершенно считают себя... Они находятся в очень тревожном положении такого заложника ситуации. Система ПРО у них уже размещена. И что европейцы встревожены могут сделать в этой ситуации? Да практически ничего, наверное. Вы знаете, европейцы вместе с нами, с Россией, уж если на то пошло, уж если Соединенные Штаты разрушают систему безопасности в Европе, то, может быть, мы должны задуматься о построении новой системы безопасности, в которую такой нестабильный член международного сообщества, как Соединенные Штаты, может быть, и не входил бы. В конце августа президент Макрон говорил о том, что нужно пересмотреть архитектуру европейской безопасности вместе с Россией. С этим, с подобным подходом могут согласиться и Германия, и другие государства в Европе. Естественно, восточноевропейские страны будут не согласны, потому что они как раз играют роль антироссийских плацдармов, и в этом их смысл существования, но вся взрослая Европа, старая Европа и сильная Европа, она как раз намерена в большей степени утверждать свои национальные интересы и безопасность в том числе, и они видят все больше и больше, насколько на Соединенные Штаты нельзя рассчитывать в этом отношении. То есть вы видите и положительные стороны в этом выходе американцев из договора. А получается, что европейцам так немного хотя бы развязывают руки? Правильно я понимаю? Для того, чтобы решиться на построение новой архитектуры безопасности, конечно же, нужно будет собрать всю политическую волю. Так легко оторваться от Соединенных Штатов в Европе не будет позволено. И, конечно же, в Европе тоже есть те круги, которые выступают за очень плотное атлантическое партнерство. То есть и внутренние оппоненты тоже будут. Но это единственное направление прорыва на стратегическую перспективу, которое Европу и Россию могут связать вместе политически и также в сфере безопасности. И это на самом деле тот путь, который интересует и Европу, и нас. А вот давайте посмотрим просто на договор по противоракетной обороне. Был он заключен с американцами в 1972 году, просуществовал, как этот договор, ровно 30 лет. И с тех пор НАТО к нашим границам подходило все ближе и ближе. Чем нам грозит тогда разрыв этого договора? Если в 1991 году в НАТО входили 16 стран, то сегодня это уже 29 стран. И 30-я страна Македония ждет на входе. Каждый год Соединенные Штаты тратили гигантские суммы на милитаризацию Европы, на построение своей военной инфраструктуры и инфраструктуры НАТО. Только на 2018 и текущий год в бюджете Соединенных Штатов отписано 5 миллиардов долларов на построение вот такой военной инфраструктуры. Конечно же, это все не было прописано ни в каких договорах. Это все, что было добавлено, часто и нарушая, выходя за рамки этих договоров. Так что, наверное, да, действительно баланс сил в Европе был разрушен, но не нашими стараниями. И, может быть, действительно это еще одна причина в пользу того, чтобы создавать новый баланс сил среди тех игроков, которые могут друг другу доверять. Не будем забывать и про Китай. Несмотря на то, что причиной выхода американцев из этого договора названа неправильная игра России, якобы мы допустили какие-то нарушения, но ведь выход из этого договора подразумевает и другой сценарий, что у американцев будут развязаны руки в противостоянии с Китаем, которые к этому договору, в общем-то, не имеют никакого отношения. Китай находится постоянно на радаре Соединенных Штатов. Они знают, что это крупнейший их политический, экономический, может быть, в будущем военный противник. И поэтому все, что бы ни делали Соединенные Штаты, имеет в виду Китай в том числе. Конечно, самая дорогая мечта Соединенных Штатов – это сделать из России и Китая оппонентов. Я не вижу, каким образом Соединенные Штаты могут создать какое-то новое соглашение, которое включало бы и Китай, где Европа, где Китай. И Китай-то с Европой скорее дружит и сотрудничает. Но так же, как и с Россией. Совершенно верно. Ведь это может заставить нас, скажем так, солидаризироваться. Да мы солидаризируемся все больше и больше. Кто бы мог подумать, что мы так сблизимся с европейцами, что французские президенты будут предлагать создавать новую инфраструктуру безопасности. Мы сближаемся вследствие американской политики. И, может быть, так и дальше пойдет. Ну вот на это и будем рассчитывать. Спасибо вам, Вероника Юрьевна. В студии 25-го часа Вероника Крашенинникова, советник Международного информагентства «Россия сегодня». Вероника Юрьевна. Вероника Юрьевна. Вероника Юрьевна.